В Петропавловске прошло очередной заседание регионального координационного совета при областном окемате. На руках у членов комиссии было 27 заявок от предпринимателей области на 1 миллиард 751 миллион тенге. Если их востребованность и актуальность будет доказана, бизнесмены получат поддержку государства в виде субсидирования процентной ставки и гарантии по кредиту. Предпринимателям в ходе реализации своих проектов планируется сохранить действующих создание более 120 новых рабочих мест. То есть мы видим, что это сегодняшнее заседание РКС это самое крупное в текущем году по количеству, по сумме, по количеству создания рабочих мест. Первыми ждут одобрения проекта представители ТОО «Адель Куз». Птицефабрика работает с 2009 года. Поддержкой государства уже пользовалась. В планах расширить производство и увеличить выпуск яиц в два раза. Это позволит поставлять на рынок Казахстана 100 миллионов штук яиц в год. Цена вопроса – 250 миллионов тенге. Птицу комплекс на сегодняшний день составляет поголовье 250 тысяч голов, 200 тысяч промышленного стада и 50 тысяч ремонтного молодника. Проект рассчитан у нас, срок кредитования – 7 лет. В период реализации проекта будет создано постоянных 8 рабочих мест дополнительных. И, соответственно, на период строительства будет привлекаться временно. Эту заявку от сельчан члены совета одобрили единогласным. По направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моно- и малых городов сельских населенных пунктов» заявлены индивидуальные предприниматели из Есильского района. Он занимается розничной торговлей, хочет расшириться, закупить торговое и холодильное оборудование. В целом общая стоимость проекта составляет 16 миллионов тенге, в том числе заемные средства – это 12,5 миллионов тенге, из которых 9 миллионов – это пойдет на ремонт, в частности, на отделочные работы, и 3,5 миллиона пойдет на приобретение оборудования и валют торгового и холодильника. Общий срок придет на линии 60 месяцев. У нас по торговле сейчас, несмотря на то, что и ФОС плюсом идет 101,5, у нас есть потребность по увеличению, в том числе по розничным товарообородкам. Хороший проект для развития сферы торговли. Кто за, до поддержки данного проекта, прошу, придался против, воздержался. Ненагласно принято поздравляемость. В североказахстанские предприниматели хотят развивать сельское хозяйство, пассажирские перевозки, торговлю, производство стройматериалов и продуктов питания. Кроме того, поступило 7 заявок на обучение топ-менеджменту в Назарбаев университете. Каждый проект на координационном совете рассматривали детально. Это заседание оказалось удачным. Все заявки одобрили. Поддержка малого и среднего бизнеса. Кредит по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020» то «Радуга» взяли в прошлом году. Получили 50-процентную экспресс-гарантию фонда «Дому». Проект реализован. Новые линии на предприятии уже работают на полную мощность. В этом цехе выпускают сушилки для белья. Сырье 6-метровые трубы закупают в России. Металлические изделия сначала нарезают, затем сгибают и сваривают части сушилки между собой. В процессе задействованы 16 человек. Один из тех, кто работает с металлом – Серик Маулетбаев. Обрабатываем, свариваем и отдаем на покраску. Лишь бы были проволочки ровные и трубочки качественные. Нам положено 150 штук сдать. В месяц 3000 мы сдаем. Это наша норма. В перспективе увеличить производство до 6000 сушилок в месяц. Для этого руководство планирует запустить еще одну линию, чтобы полностью закрыть потребность рынка. Кстати, реализует свою продукцию товарищество на территории всей страны. А это птицефабрика от АСК, тоже участник республиканской программы. Чтобы расширить производство, компания не раз пользовалась финансовой помощью государства. Недавно вновь взяли кредит по выгодной процентной ставке. С фондом ДОМУ мы работаем в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На текущий период одобрено порядка 1 миллиарда тенге. Часть из них уже получили, направили, остальное еще в работе. Эти средства были выделены конкретно на приобретение кормов, на приобретение тары. Также в этом году на предприятии запустили собственную инвестиционную программу. Она предусматривает расширение производства и улучшение качества продукции. С планами успешно справляются. Если два года назад здесь получали более 60 миллионов яиц в год, то в 2015-м по плану 100 миллионов. Предприятие активно развивается благодаря государственной поддержке. Всего в Северном Казахстане по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» было одобрено 406 проектов более чем на 30 миллиардов тенге. С начала этого года экспресс-гарантию фонда ДОМУ получили более 20 субъектов предпринимательства. Большая стирка. Благодаря госпроекту «Дорожная карта бизнеса-2020» в городской химчистке «Камила» обновили оборудование. На предприятии запах порошка и моющих средств. На плечиках платье, рубашки, брюки, пальто. На каждой вещи бирка с порядковым номером. Это для того, чтобы одежду не перепутать и в целости вернуть хозяину. У нас вот есть такая машина химчистки. Машина замкнутого цикла. Она сама сушит вещь. Она чистит не водой, а именно растворителем. Оборудование итальянского производства приобрели в конце зимы. Тогда же на предприятии появилась новая стиральная машина на 50 килограммов. Еще одна новинка – современный гладильный аппарат под названием «Каландр». Его приобрели в мае. В общей сложности потратили 15 миллионов 400 тысяч тенге. 15 миллионов – это большая сумма для нас. Поэтому это хорошо, что государство придумало эту программу. Оплачивает 50 процентов. Для нас это большая помощь. У нас, я думаю, улучшится качество. Модернизация оборудования позволила расширить и штат. Дополнительно создали два рабочих места. Услуги химчистки, прачечные, покраски кожных изделий Петропавловсам оказывают пятеро специалистов. Гульдарай Жумабаева в коллектив пришла 4 месяца назад. Работает с клиентами. Коллектив хороший, оборудование новое. Когда заходит клиент, всегда стараюсь его радушно встретить. Клиентов у нас очень много. Когда клиенты от нас уходят довольны, это, наверное, самая лучшая оценка нашего труда. А вот, кстати, один из постоянных клиентов химчистки – Александр Тертышный. Говорит, обращается сюда регулярно, устраивает и цена, и качество работы. Удобно, качественно. И я считаю, что сам процесс химчистки более лучше, чем в домашних условиях. И качество работ химчистки вполне устраивает. Развитие малого и среднего бизнеса на селе. 160 проектов с начала года получили господдержку по программе «Дорожная карта занятости». Предприниматель Иргали Джакеев 13 лет назад приехал в Казахстан из Узбекистана. Говорит, на исторической родине дела сразу пошли в гору. Сле рассвет Казалжарского района вместе с семьей получил шилье, подъемный скот. Трудился, не покладая рук, рассказывает Иргали. Несколько лет назад по программе «Дорожная карта занятости» оформил кредит на 3 миллиона тенге. Открыл продуктовый магазин и кафе. Постепенно начал разводить крупнорогатый скот. В этом году через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства закупил 12 голов коров маточного поголовья местных пород. Взял займ в 5 миллионов тенге. Если будешь трудиться, все есть. 5 миллионов взял сейчас. Конечно, выгодно почти с процентами. Сейчас вот закупил, в следующий год, если нормально все получится, штук 30-40 сдал. Каждое утро фирме реализует закупщикам по 30-35 литров молока. Планирует в дальнейшем увеличить объем продаж. Люблю животных, трудится на земле, признается Иргали. Кроме того, бизнесмен разводит овец и лошадей. Мясо реализует на территории нашей области. С кормами проблем нет, говорит предприниматель. Ежегодно заготавливает на своих пастбищах сено и солому. В будущем Иргали планирует довести поголовье КРС до 100. И он не единственный, кто в этом году воспользовался программой «Дорожная карта занятости-2020». Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства одобрил проекты почти на 300 миллионов тенге. В текущем году план составляет 450 миллионов тенге. Финансирование продолжается. Условия кредитования по данной программе. Сумма займа может составлять 3 миллиона тенге. Для досрочно погасивших ранее полученные микрокредиты до 5 миллионов тенге. Срок займа до 54 месяцев. Ставка вознаграждения 6% годовых. Целевое назначение – организация или расширение собственного дела, кроме сферы торговли. В этом году самые активные участники данной программы – жители района имени Габита Мусрепова. Они смогут реализовать 19 проектов на сумму, превышающую 38 миллионов тенге. В этом году 63 молодых специалиста получили выгодный займ на приобретение жилья. Три года Татьяна Теликова работает в Козлужарской районной больнице. Найти вакантное место было несложно, вспоминает медсестра. По окончанию Петропавловского колледжа я устроилась в центральную районную больницу. Я прихожу на прием с 9 часов. Проходимость от 20 до 30 людей в день. Очень интересная служба, потому что много, очень много работы с людьми. А теперь добираться до работы стало легче. Татьяна приобрела квартиру недалеко от больницы. Медсестра воспользовалась государственной помощью. Еще взяла заем почти 2 миллиона тенге через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства на 15 лет. Ставка вознаграждения 0,01%. Такими выгодными условиями могут воспользоваться молодые специалисты, работающие на селе в социальной сфере. Максимальная сумма займов в 2015 году составляет 1500 МРП. По ставке вознаграждения 0,01%. В период с 2010 года по состоянию на 22 июля 2015 года фондом профинансировано 980 молодых специалистов на общую сумму 1,9 миллиардов тенге. В том числе в текущем году профинансировано уже 63 молодых специалистов. В этом году молодые специалисты, участники программы на покупку жилья получили уже 170 миллионов тенге. В Петропавловске состоялась воездная сессия Казахстанского общества интервенционных кардиологов и рентгенхирургов. Медики обсуждали глобальные вопросы медицины. Они работают в разных регионах и странах, поэтому ежегодно собираются на сессии и конгрессы, чтобы рассказать о достижениях и проблемах, поделиться опытом. Инновации в сфере ангиографии в московских клиниках внедряют давно. К примеру, россиян намерены следовать казахстанские коллеги. Основное направление современной в ангиографии – это использование навигационных технологий, которые в первую очередь позволяют снизить уровень лучевой нагрузки на пациента, также на врача, всю операционную бригаду, позволяют очень точно устанавливать эндоваскулярные устройства, получать хорошие результаты клинические. Интервенционная кардиология – эффективный метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний, подразумевает проведение операции без скальпеля. В Казахстане такую службу создали в начале нулевых. Помощь сердечникам врачи оказывают оперативно. Все благодаря внедрению современных методик и технологий. В рамках развития государственной программы «Салмата Казахстан» в течение последних лет мы можем наблюдать значительное развитие службы интервенционной кардиологии. Выделены очень большие средства на закупку суперсовременного оборудования. Осуществляется обучение специалистов за рубежом, что в конечном итоге оказывает сегодня очень значительную роль в улучшении качества оказания медицинской службы населению Республики Казахстан. Североказахстанцы имеют опыт в проведении подобных операций. С начала года диагностическую лечебную помощь кардиохирургов получили порядка 700 человек. В практике наших врачей бывали случаи, которые иначе как чудом не назовешь. Женщина 60 лет с очень высоким кардиоваскулярным виском, то есть женщина с определенным уровнем противопоказаний к открытой операции на сердце. Несмотря на это, мы провели успешные процедуры стентирования ствола левой коронарной артерии. Пациентка наблюдается нами в течение двух лет. Самочувствие стабильное, хорошее. Профессионализм наших врачей высоко оценил специалист из Австрии. Десять лет назад мы в Астане начали программу интервенциональной кардиологии. В течение десять лет я могу сказать, что Казахстан сейчас находится в самом верху развития страны, которые занимаются интервенцией. Врачи из кардиоцентра Петропавловска сейчас спокойно работают с операцией по сложности. Опыт, полученный на сессии, медики намерены внедрять в повседневной работе. Сейчас в казахстанских клиниках работают порядка 70 интервенционных специалистов. В следующий раз в расширенном составе они встретятся на конгрессе кардиологов, который пройдет в 2016 году. На Вороньем острове появится современный гостиничный сервис. При везде на строительную площадку мотеля Гринвуд сразу обращаешь внимание на спальные корпуса в европейском стиле. К их реконструкции приступили в прошлом году. Это бывшая туристическая база железнодорожников. Под открытым небом установят бассейн с подогревом. Его площадь 300 квадратных метров. Спа-салон, ресторан, баня, спортивные площадки – все это включает в себя зона отдыха. Рассчитана она на 100 мест. База отдыха будет специализироваться на отдыхе длительном. То есть не на один день. Наши планы в том, чтобы человек приехал на 3, на 4 дня, на 5, чтобы он не ехал куда-то там в Европу или в Турцию, а получил все те же услуги, которые предоставляют зарубежные наши партнеры здесь на месте. Отдыхать здесь можно будет в любое время года. Зимой покататься на лошадях, снегоходах, квадроциклах, коньках, лыжах. Для детей предусмотрена комната отдыха с аттракционами и игровыми автоматами. Проект оценивается в 100 миллионов тенге. Больше половины из них предприниматель планирует оформить через госпрограмму «Дорожная карта бизнеса-2020». Заявку уже подал на рассмотрение. Бизнесмен обещает, цены в мотеле будут приемлемые. Открыть его планируют в следующем году. Одним словом, туристический бизнес в нашей области набирает обороты. В рамках областного мастер-плана сейчас обустраиваются живописные уголки нашего края. Пользуется популярностью новая пандолечебница в Эртаусском районе. Ее пациентами ежедневно становится около полусотни человек. Кстати, большое внимание в нашей области уделяется и разработке маршрутов для туристов. Областным мастер-хатом был принят мастер-план развития по туризму. До 2018 года в нем 89 пунктов. Одним из пунктов является открытие новых турбаз. Также мастер-планом реализуются инфраструктурные работы. Первое – это в этом году на РКС был утвержден 68 миллионов в тенге для реконструкции гостиницы «Козложар», входная группа и номера. Одним из направлений также является строительство новых объектов. Это гостиницы, кино, залы, мультиплексы, аймаксы. Сейчас в Петропавловске строят четыре современные гостиницы и возводят их по мировым стандартам. В этом году сдастся первая гостиница – это Арнау Хурлос. Гостиница состоит из 52 номеров. Будет находиться внизу прачный ресторан. Также ведутся переговоры по строительству нового кинотеатра, двухзального, трехзального кинотеатра в режиме мультиплекс. Сейчас ведем переговоры с международными брендами для открытия кофейн, а также бар-грилев. Проводится работа и по привлечению иностранных инвесторов. По словам Айдена Керембека, сейчас ведутся переговоры с венгерскими и арабскими компаниями. По инициативе Акима области Ерика Султанова в Петропавловске запущен пилотный проект по благоустройству дворов. Работы проводит специальная бригада ТО «Коммунхоз Петропавловск». Этот двор объединяет несколько домов. Расположены они по улицам Астана, Букетова и Брусиловского. Во вторник, 21 июля, здесь активно шла работа. Коммунальщики очищали территорию от мусора и травы, спиливали старые деревья, облагораживали песочницы. Двор был заросший. Все эти мафы, которые маркетированы в форме, были они, как бы сказать, в плачевном состоянии. Мы отреставрировали, сварили, покрасили. Теперь вот этот наш труд, который мы сделали бы, люди бы оценили бы, жильцы домов, и сохранили бы в том виде, который мы сейчас в данный момент им предоставили. Час за часом двор становится чище и уютнее. На площадке нельзя было поиграть в футбол. Мы ходили на стадион, ну или в соседние двора. Спасибо, что построили нам такой хороший двор. Неделю там назад вообще невозможно было пройти. Росли вот лопухи выше нас роста. Это было ужасно. Люди даже боялись вечерами здесь ходить. Тропинки были такие узкие, что невозможно пройти, особенно если дочь прошла. Сегодня я выхожу. Такая красота. Это здорово, просто здорово. Спасибо, наверное, все-таки нашему Акиму и тех, кто подумал об этом. Спасибо, что вы нам сделали такой красивый двор. Все покрасили, убрали траву. Кстати, с местных жителей коммунальщики не требуют оплаты за свои услуги. Работают за счет частных инвестиций. Это пилотный проект, запущенный в рамках месячника по благоустройству. На отчетных встречах с городоначальником петропавловцы обратились с просьбой облагородить дворовые территории. Мы очень благодарны Акиму-городу за то, что на нашу пружу он, как говорится, уделил внимание. Провел вот эту очистку территории в божеский вид. Мы очень-очень и в дальнейшем будем стараться общими усилиями жильцов всех-всех содержать этот дом, территорию в порядке. В рамках презентации пилотного проекта по благоустройству дворов местные жители обратились к Акиму-городу Марату Тасмагамбетову. Они попросили обновить тротуар и привести в порядок мусорную площадку, создать футбольные или волейбольные поля. По поручению Акима области в город поступят 20 футбольных полей. Поэтому давайте мы вам, наверное, здесь в рамках социального партнерства установим спортивную площадку с искусственным газоном. Остальные просьбы Марата Тасмагамбетов обещал рассмотреть. Председателям КСК рекомендовал следить за наведенным порядком во дворе. В планах у коммунальщиков благоустроить еще более 20 дворов Петропавловска. В Таиншинском районе прошла ежегодная летняя спартакиада сельчан Акбедай. В день открытия спортивных турниров по стадиону шли колонны, в рядах которых были призеры областных и республиканских соревнований. За красочным шествием наблюдали сотни североказахстанцев. Удачи и спортивных побед участникам состязаний пожелал Айдарбек Сапаров. Уверен, что соревнования дадут новый импульс развитию спорта в нашем регионе. Желаю вам честной борьбы, воли и стремления в победе достойных соперников, успехов и крепкого здоровья. Поздравила участников состязаний Маргарита Мукашева, чемпионка азиатских игр. И вот самый торжественный момент. На стадион прибыла колесница с огнем в спартакиаде. Право первому нести факел предоставили чемпиону Казахстана по Тогвыску Малаку Валерию Цамахвалову. О сожжении огня провел чемпион страны по панкратиону и боевому самбу Тамерлан Тимирланов. И вот флаг девятнадцатых игр народного спорта поднят. Эти игры внесли много изменений по сравнению с предыдущими. Так, например, увеличен состав финалистов по игровым видам спорта. В играх по волейболу, футболу и баскетболу принимает участие семь финалистов. Раньше было только четыре. К финальным состязаниям спортсмены приступили на следующее утро. Фавориты в каждом виде спорта определились еще в предварительных играх. Однако, каждая команда боролась за очки до последнего. Это видно было в соперничестве таиншинцев и шалакынцев в игре «Городки». Параллельно в парке «Достык» проходили баскетбольные баталии. Играет семь команд мужских, семь женских команд. Но предварительно четверки уже определились, кто будет играть за первое и четвертое место. Это Габита Мусрепова, мужская зона, я имею в виду. Габита Мусрепова, Таинша, район Шалакына и Макжана Жумабаева. Не выявлен явный фаворит также во второй и в третий четвертях. Однако, переломить игру в свою пользу хозяевам соревнований удалось в самом конце. Итог встречи 37-31 в пользу команды Таиншинского района. Команда очень сильная попалась. Тактику игру мы сегодня выбрали, как тренер нам сказал, мы первые три четверти. Гнались за ними, чуть-чуть даже верили, но четвертые собрались. Состязания проходили сразу в нескольких точках. Спортзал пятой школы собрал лучших теннисистов. А в спортшколе испытывали свои силы тяжелые атлеты. Лучшим оказался Ренат Баударбеков. Толкнул 160 килограммов. Была попытка на 170 килограммов, но я ее не смог. Произошли ошибки в техническом исполнении, и из-за этого я не смог ее удержать. Позже состязались велосипедисты. Маунтинбайк – зрелищный вид спорта. Это настоящие гонки по бездорожью. В отличие от шоссе, здесь сложность в чем? То, что по проселочной дороге извилистые участки, крутые повороты, в этом как бы осложняет соревнования. Но так или иначе, чем сложнее соревнования, тем проще победить сильному гонщику. Самым быстрым оказался Иван Черненко. Спустя 10 кругов он финишировал первым. Немало зрителей на стадионе ЖНС собрали легкоатлеты. Лучшей стала Анастасия Эйникис. В длину с разбега она прыгнула без малого 5 метров. В третий день соревнований вальболисты боролись за призовые места. В игре против есильцев спортсменки из Жамбылского района смогли взять волевую победу. Итог 2-1. В программе летних игр «Акбеда-2015» не обошлось без футбола. На поле две команды. Футболисты в зеленом – у Алихановцы, в белом – темирядевцы. Если первые смогут обыграть вторых, они станут серебряными призерами. Но церемонии закрытия чествовали лучших. Бронзу спартакиады завоевали спортсмены из района Макжан-Жумабаева. Их активе 235 очков. Серебро у мусреповцев. Они заработали 318 очков. А в копилке Таиншинцев 341 очко. Они победители. Я очень рад, что мы победили. Благодарен очень руководству. Благодарен спортсменам. Это заслуга спортсменам. За победу им большое спасибо. А это «Газель» подарок Атакима области Таиншинскому району за проведение спартакиады. Следующие сельские игры пройдут в 2016 году в Шамбылском районе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С выше 131 миллиона тенге на ремонт дорог к Петропавловску. В настоящее время в областном центре ведется подсыпка трасс. 96% от запланированного объема работ выполнено. Отремонтированы уже 34 улицы города. Безопасность превыше всего. На железнодорожном вокзале Петропавловска появилось современное оборудование. Белорусская установка отвечает за осмотр багажа и товаров. Проверять вещи на ноу-хау будут только у подозрительных посетителей. К столу экологически чистая продукция. С начала лета в Казахстане стартовала акция «Овощи без нитратов». Петропавловцы проверить овощи и фрукты на наличие опасных химических добавок могут на нескольких рынках областного центра. Работает бесплатная лаборатория 3 дня в неделю. Время получать профессию. С 23 июля в СКГУ имени Монаша Козыбаева работает приемная комиссия. Подать документы абитуриенты могут до 24 августа. До 31 июля у вчерашних школьников есть шанс поступить на грант. В этом году учиться за счет государства в казахстанских вузах смогут свыше 30 тысяч студентов. Фонд областной детско-юношеской библиотеки пополнился редким изданием. Книгу произведений Владимира Маяковского, которую издали почти век назад, подарил библиотеке ветеран Великой Отечественной войны Сергей Преснюков. Уверенная победа! Североказахстанские акробаты стали призерами двух крупных турниров. Проходили состязания в Павлодаре и в Ставрополе. Сейчас спортсмены готовятся к покорению новых высот. В августе примут участие в чемпионате СНГ в Великом Новгороде. А в конце ноября отправятся на чемпионат мира в датский город Оденсе. Быстрее, выше, сильнее. В Айртаусском районе прошел областной туристский слет «Моя Родина – Казахстан». В течение трех дней около ста школьников со всей области испытывали себя в туристском многоборе. Пальму первенства одержали учащиеся из Петропавловска. Пальму первенства одержали учащиеся из Петропавловска. Субтитры создавал DimaTorzok